Здравствуйте, ребята, это Алена. Сегодня с вами говорим про поддержку пищеварения. Многие не знают, что при кислотно-щелочном дисбалансе, у меня такое было, в организме изменяется PH утренней мочи, и, соответственно, из-за этого у организма невыполненная работа, грубо говоря. В течение дня PH мочи должен быть от 6 до 7,5 для этого полоски. Первым делом, если вы почувствовали, что у вас действительно есть проблемы с пищеварением, здесь важно нормализовать кислотность желудка, и здесь очень-очень важно выйти из стресса. В результате стресса и гиперактивности начинается гипотиреоз, дефицит йода, цинка, витаминов В9 и В12, и зачастую уже идет дефицит желудочной кислоты, да, и появляется изжога. Такое бывает, кстати, с возрастом. Поэтому для того, чтобы хватало, очень важно работать с бетаином, пепсином или в аптеке ацидин, пепсин с едой. И на адекватную выработку ферментов вообще, в принципе, идет и влияет момент с витаминами А, Е, К, Д, которые потом дают, а их отсутствие дают боли в суставах, в мышцах. Напоминаю, если в питании вы делаете упор на жиры, то, в частности, вы должны быть уверены в том, что у вас не нарушено окисление жиров в митохондриях, потому что многие оследуют какой-то диете, но не знают, что получают очень сильный окислительный стресс. И здесь нужен, например, карнитин и витамины В1, В2 и В3. Я считаю, что для того, чтобы наладить пищеварение, очень-очень важно, во-первых, не пить чай, кофе с едой. Это можете отдельно делать, потому что танины и кофеин связывают многие минералы, приводя вас к дефицитам. Другой момент. На ночь можно добавлять фитомуцил, клетчатку аптечную, как сорбент, для того, чтобы организм выводил токсины. Если у вас есть непереносимость гистамина, то какое-то время можно исключить сыры, красное вино, помидоры. В общем, можете посмотреть полный список. Ни в коем случае не вегетарианить, если вы и так в дефиците белка. Это будет очень плохо, потому что не будет нормального детокса и токсины будут накапливаться. Следующее. Если мы с вами говорим про поддержку пищеварения, то нам важно действительно кислотно-щелочной баланс. Помимо этого, помимо вообще полосок, есть сундуки и всего, чтобы поддерживать, я рекомендую зелень, салаты, огурцы, брокколи, голубику, чернику. Можете в течение дня даже измерять полосками, если у вас есть на это возможность. Если у вас есть кариес или хронические заболевания лора, это нужно убрать, потому что это приведет к проблемам в ЖКТ. И еще один момент, это избегание простых сахаров и сладких фруктов, потому что это приведет опять-таки к снижению кислотности и проблемам с пищеварением. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу, потому что ты блогер, детка. Я шучу, как всегда, но потому что мне нравится с вами общаться и мне нравится вас поддерживать. Когда есть проблемы с пищеварением, начинается плохое настроение, потом плохая работа гормонов, потом депрессия, потом иммуносупрессия и по кругу. Но нафига это надо? Очень важно просто посмотреть, что там всего хватает, все работает, чего-то много, чего-то мало. Но как-то же справляется. Не надо делать так, чтобы вообще плохо справлялся организм. Пишите, пишите, пишите мои вопросы, вопросы.